Доброе утро! В эфире РБК Перми и с вами Марго Орзо Мазова, шеф-кондитер ресторана Этцетра. Сегодня мы будем готовить печенье с орехами и соленой карамелью. Начнем с соленой карамели. Первым делом мы высыпаем сахар, 120 грамм, и делаем сухую карамель. Что это такое? Имеется в виду, что мы топим сахар без добавления каких-либо дополнительных ингредиентов, будь то вода, глюкозный сироп и прочее. Когда готовим карамель, очень важно контролировать процесс плавления, потому что у нас сахар всегда плавится по периметру. Все, сахар растворился, сухая карамель готова. Мы вводим в две части наши горячие сливки. Не мешаем сначала, ждем буквально 3-4 секунды, и потом начинаем пенсивно мешать. Потому что нам нужно время, чтобы температура стабилизировалась и примерно выровнялась как у сливок, так и у расплавленного сахара. Два ингредиента объединились, можем ввести остаток. Все, база на карамель готова. Можем сразу ввести нашу соль и перелить в идеале в металлическую тару. Потому что если вы перельете, например, в керамику, то есть риск, что она потрескается и сильно очень нагреется. Итак, переходим ко второй части нашего рецепта. Это непосредственно самому печенью или тесту на печенье. Начнем замешивать. Берем наше сливочное масло. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Это очень важно, чтобы ваше тесто объединилось полностью и печенье получилась классной текстурой. Первым делом вводим в дежу сливочное масло. Сразу оговорюсь, вы можете не использовать стационарный миксер, как у меня. Вы можете замешивать вручную. Просто лично мне так удобнее. Добавляете сразу сахар. Включаете миксер. Обратите внимание, что на случай, если у вас такой же миксер, как у меня, насадка лопата. Она универсальна для любого вида печенья, поэтому используйте ее. Нам нужно взбить сливочное масло с сахаром до бела и до того момента, когда это полностью объединит. Обычно это занимает в среднем минут 5-6. Наша масляная смесь готова. Можно вводить следующий ингредиент, и это будет яйцо. Если вы делаете сразу двойную или тройную даже раскладку, важный момент – вводите яйца поэтапно, по одной штуке, потому что в яйце у нас содержится много воды, и может у нас отсечься наша смесь, потому что у нас здесь жир, и в яйце вода. Вводим муку. Можно две части. Разрыхлитель сразу весь. И замешиваем наше тесто. У нас уже готово тесто. Вот такое вот текстура оно. Не слишком мягкое, но и не очень плотное. Оформуем наше печенье. Так как я не стала выстаивать его в морозилке или холодильнике предварительно, я работаю в перчатках и смачиваю их холодной водой, чтобы тесто не так сильно липло. Я беру 40 грамм на основу. Вы можете это делать не по весам, просто мне так комфортнее. Скатываете шарик, выкладываете на силиконовый коврик, либо пергамент. Критерским мешком мы сейчас будем отсаживать нашу начинку. На скидку где-то 10 грамм на одно печенье. Берем буквально еще 10 грамм нашего теста и полностью закрываем нашу начинку. Не забывайте смачивать руки водой, потому что тесто довольно податливое и липкое. Мы закрыли нашу карамель соленую. Теперь мы посыпем наше печенье орешками и отправим выстаиваться в холодильник на пару часов. Ну что, наше печенье с соленой карамелью готово. Оно очень ароматное, рассыпчатое и нежное. Идеально будет для того, чтобы взять с собой, например, на работу и угостить коллег к чаю. Приятного аппетита! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok